Также его увеличу побольше. А для тебя я подготовил вот этот вот скин. Без всяких программ ничего скачивать не нужно. Всё прогрузилось, вот теперь... Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И ты часто у меня спрашиваешь, как сделать охренительный профиль Steam, как у меня. Окей, я сегодня по этапам тебе всё расскажу, по полочкам разложу. Просто тебе сначала надо сделать подписочку, лайк, уси, колокольчик. Начинаем. Итак, нажимаю кнопочку старт, и победителем вот этого авика становится... Ну-ка, барабанная дробь, ребят. И победитель у нас Мага 05. Скин мой. Мага, я тебя поздравляю, красавчик. Авик просто урвал. Всё, что нужно сделать, это написать мне вконтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. А для тебя я подготовил вот этот вот скин. SSG 08. Всё, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И всё, в понедельник уже подведём итоги, и, возможно, именно ты выиграешь этот скин. Ну что, погнали теперь смотреть, как сделать охренительно красивый профиль. Самое важное, дружище, это 10-й левел Steam. Если у тебя его не будет, то и витрины иллюстрации у тебя не появятся. А значит, всё, что мы будем делать дальше, у тебя не сработает. Как его сделать? Надо просто собирать карточки с разных игр и их вместе в кучу собирать, и после чего тебе левелы будут даваться. Там даётся опыт и так далее. Если хочешь подробно об этом узнать, также напиши в комментариях. Расскажи, как повысить левел Steam. После чего я пойму, что тебе это интересно, и запилю отдельный видос. Ну а теперь приступаем к профилю. То, что ты видишь позади меня, я сделал с помощью программ. Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, да и куча разных сайтов. Это сложно, но я покажу тебе, как сделать действительно легко и просто. Без всяких программ ничего скачивать не нужно. Первый этап. Начнём мы с заднего фона. Если по-английски говорить, это background. Это то, что находится позади твоего профиля. Выглядит это вот так. У каждого свой и разный фон. И где его найти вообще? Обычно, когда ты проходишь игры, тебе всегда прилетает какой-нибудь тот или иной фон. Находится он в Steam в инвентаре. После чего ты выбираешь его. Вот у меня что-то падало. Раз, два, три и так далее. Но я лично купил себе такой фон на торговой площадке. Почему? Потому что у него есть вот такие ушки. Это расширяет твой Steam профиль. Выглядит прикольно. Когда мы заходим и находим всё-таки свой Steam профиль, нажимаем на него в полном размере показать. Дальше правая кнопка мыши и копировать URL картинки. И теперь заходим на сайт Steam Design. Все ссылочки я оставлю в описании, ребят. Не волнуйтесь, всё там будет. После чего, когда мы нажали, где копировать URL картинки, вставить. После чего Change Background. И всё. У нас появляется вот этот бэкграунд. Теперь переходим к второму этапу нашего профиля Steam. Здесь нам надо скачать эту картинку и сделать её уже GIF файлом. Начинаем. Скачиваем. Здесь кнопочка из Download Image. После чего разархивируем наш архив, который прилетел нам. Смотрим. Нам нужно именно один файл. Называется A Work Middle PNG. У тебя может быть по-другому. Это означает, что вот эта центральная картинка, вот она здесь. Всё. Это мы закрываем. Дальше заходим в GIF маркер. Я уже рассказал, что в описании все ссылочки будут. Нажимаем Choose Photo or GIF. Ну, естественно, тебе надо перед началом, там будет зарегистрироваться на сайте, чтобы не было никаких проблем. Дальше нажимаем, находим тот файл, который нам нужен. И вот он появился. Расскажу теперь о третьем этапе, самому интересному, кстати. Здесь мы придадим со своему воображению. Я немножко себя сдвину в бок, чтобы было вам всё видно. И теперь мы нажимаем, допустим, Cyber Banana напишем. Так будет неинтересно. Давай я сдвину ниже. Хлоп. Вот так более красиво. Дальше выбираем эффект, который нам нужен. Например, или Glitch. Glitch выглядит очень классно. Здесь также ты можешь повернуть, увеличить, расширить. То есть давай сделаем вот так. Мы поставим здесь. После чего выберем какой-нибудь стикер. Ребят, я не буду сейчас особо выпендриваться. Просто покажу, как это работает. Найдём какой-нибудь интересный, к примеру, стикер. Например, LOL. Вот этот. Также его увеличим побольше. Также немножечко повернём. И всё. И так и оставим. В принципе, достаточно. Я больше ничего такого пока интересного тут не видел. Окей. После чего нажимаем Continue and Plop to Gift. И два раза туда и туда. И наша картинка скачивается. Всё. После чего нажимаем правой кнопкой мыши. И сохранить картинку как. И вот, Gifty, назовём её, знаешь что? Назовём её прям банан, чтобы не потерять. Сохранить. Окей, теперь переходим к заключительному этапу. А именно, уже формируем наш профиль Steam. Тут спешить не буду. Тут очень много тонкостей. Поэтому, ребят, давайте пройдёмся аккуратно. Нажимаем профиль. После чего находим здесь иллюстрации. Нажимаем вот здесь. Будет загрузить иллюстрацию. Меня просто не видно, потому что иллюстрация уже другая была. Дальше. Не из игры. Нажимаем. После чего название иллюстрации. Какой угодно пишешь. Ну, конечно, давай ради интереса просто пишем 999, чтобы мы понимали, что это первая иллюстрация. Дальше. Выбрать файл. Выбираю файл, который скачали. А именно, CyberBanana. Вот этот, который банан у нас гифка была. Описание тоже не важно. Нам тоже пару цифр каких-нибудь поставь и всё. Дальше. Установить видимость для всех. Права и авторство я подтверждаю. Дальше. Нажимаешь кнопку F12. Команда будет в описании. Её нужно вставлять. Нажимаешь вот здесь консоль. После чего вставляешь эту команду и нажимаешь Enter. Окей. Всё. F12 можно смело закрывать. И после этого только нажимаешь Сохранить и Продолжить. Дальше надо немножечко подождать. Она прогрузится, прогрузится. Всё, прогрузилась. Вот теперь мы заходим в профиль. И после чего, вот когда витрина иллюстрации появится, нажимаешь Редактировать или Смена витрины. Если у тебя такого нет, ты просто в настройках своего профиля находишь эту витрину иллюстрации. Но есть одна проблема. Если у тебя нет 10-го левела Faced... Ой. Faced. Если у тебя нет 10-го левела Steam аккаунта, это означает, что витрины иллюстрации у тебя нет. И нет смысла делать эту гифку. Потому что банально витрина иллюстрации у тебя не появится. Тут она есть. Вот так же выбираешь витрины иллюстрации в настройках. И теперь вот здесь есть такой маркер. Нажимаем самое последнее. Выбираем. И теперь подождём, когда она прогрузится. После чего нажимаем «Сохранить». И всё. Будет готово. Итак, мы нажали «Сохранить». Теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Окей. Первая половина готова. Но не готова вторая. Также мы заходим в иллюстрации. После чего проделаем все те же самые пункты. «Загрузить иллюстрацию. Не из игры». После чего название тоже 999. Добавим ещё девятку, чтобы было проще понимать, где и что находится. После чего находим вот эту вот тоненькую полоску, которую мы скачивали в архиве. Нажимаем какие-то кнопки здесь, чтобы типа добавить описание. После чего для всех я подтверждаю. После чего снова F12. И снова вставляем ту строку, которую я уговорил вам есть в описании. Окей. Вставили. Теперь также F12 можно закрывать. И также сохраняем. Немножечко подождём. Прогрузка пройдёт. Отлично. Всё появилось. Теперь заходим в профиль. Вот витрина у нас также здесь есть. Нажимаем «Редактировать». И вот этот маркер нажимаем. После чего снова первую нажимаем. И дальше она должна появиться. Появилась. Отлично. После чего нажимаем кнопку «Сохранить». И волшебным нажатием на профиль у нас она появляется. Отлично. Вот. И мы сделали профиль. Ничего сложного нет. А ну что? Вот я и рассказал, как легко и просто, без всяких программ, сделать себе крутой профиль Steam. Я считаю, это достойно твоего лайка. Ну и вдобавок, кстати, участвую вот в этом вот конкурсе. Годнота. Для тебя же специально делаю. Ну и плюс посмотри вот этот годный ролик. Здесь действительно ты подчерплёшь для себя что-нибудь интересное. Возможно, даже что-то смешное. Окей. Давай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok